люди такие хрупкие чума холера оспа тиф вот лишь малый список человеческих недугов но что если я скажу вам что от этих заболеваний не только не умирают но и живут с ними причем целое поселение с вами вновь android сейкер и сегодня у нас с теперь 2133 наша земля наше служение объект номер с теперь 2133 класс объекта евклид особые условия содержания в радиусе 10 километров вокруг с теперь 2133 установлен охранный периметр предотвращающий доступ на территорию и выход с нее по периметру постоянно дежурят сотрудники службы безопасности сама зона содержания замаскирована подвоенную часть случае нарушения режима секретности гражданскими лицами или враждебными сущностями разрешается открывать огонь на поражение ввиду отдаленного расположения scp-2133 случайное его обнаружение маловероятно при обследовании scp-2133 и взаимодействие с его населением следует использовать биозащитные костюмы уровня а описание scp-2133 представляет собой безымянную деревню на северном урале которую населяет около 50 субъектов хотя точное число определить затруднительно в пределах scp-2133 и непосредственной близости были обнаружены многочисленные патогенные микроорганизмы в том числе и некоторые ранее неизвестные в частности микобактериум лепра и микобактериум лепроматозис возбудители проказы эрсиния пестис возбудитель чумы в легочной септической и бубонных формах сальмонелла энтерика подвид энтерика возбудитель брюшного тифа вирус гриппа а б и ц вибрио холеры возбудитель холеры вареола майор возбудитель оспы вне scp-2133 искоренен к 1975 году жители scp-2133 далее обозначаемые как scp-2133 один обладают относительной устойчивостью к болезням хотя симптомы развиваются у них типично для того или иного заболевания и приводят к физическим уродством и истощению случае летального исхода сравнительно редки scp-2133 один не хотят либо не могут покинуть scp-2133 генетический анализ свидетельствует о значительном инбридинге хотя за все время содержания scp-2133 один их полового размножения ни разу не наблюдалось предполагается что заболевания являются симптомом их первичной аномалии и не аномальный сами по себе наиболее примечательная аномалия связанная с ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс В образцах почвы с полей обнаружена эмбриональная жидкость. SCP-2133-1 говорят на архаичном диалекте русского языка. Периодически они соглашаются давать интервью, но обычно отказываются раскрывать существенные подробности своей истории и традиций. Они ведут образ жизни крепостных крестьян XIV века и крайне отрицательно относятся к современным технологиям и электронным устройствам. Кроме того, они поголовно неграмотны, в деревне отсутствуют какие-либо книги или другие письменные документы. Все сведения об их культуре и верованиях получены из наблюдений за их поведением, а также из ограниченного числа успешных интервью. SCP-2133-1 называют свою религию Церковью Красной Жатвы, доктрина и мифология которой пока плохо изучены. SCP-2133-1 склонны игнорировать персонал фонда и проявляют враждебность только если что-то мешает их жизненному распорядку. Сотрудники могут входить в здание и исследовать их, не вызывая ответной реакции со стороны SCP-2133-1. Единственным известным исключением является Церковь. Все попытки получить доступ к Церкви закончились ожесточенными столкновениями с SCP-2133-1 и SCP-2133-2, в результате чего несколько сотрудников погибло из-за повреждения защитного оборудования или, в случае SCP-2133-2, удушения и колото рваных ран. SCP-2133-2 – расположенные по всей территории SCP-2133-2, хватательные органические щупальцевидные структуры темно-красного цвета. SCP-2133-2 приходят в движение только когда пропускают особей SCP-2133-1 в Церковь, которую эти структуры полностью покрывают, либо когда атакуют персонал фонда, пытающийся проникнуть в данную Церковь. Образцы тканей SCP-2133-2 генетически идентичны между собой и имеют близкое сходство с человеческими. SCP-2133-1 от рассвета до заката работают в поле. На закате все SCP-2133-1 собираются в Церкви, по-видимому, складывая там на хранение собранный в течение дня урожай и находятся там в течение примерно трех часов, после чего расходятся по домам. До рассвета они спят, а на утро весь процесс повторяется снова. За все время содержания SCP-2133-2 в ходе данной процедуры ни разу не наблюдалось каких-либо существенных отклонений. Кроме того, было замечено, что особи SCP-2133-1 часто бесцельно смотрят в одну точку в течение около двух часов. Занимаются самостоятельной ампутацией гангренозных конечностей и опухолевых наростов, которые затем относят в Церковь и периодически что-то бессвязно бормочут. Следует отметить, что деревенские поля используются не только в вышеописанном аномальном процессе реинкарнации, но и для выращивания репы. Трупы людей, не относящихся к числу SCP-2133-1, не подвергаются аномальной регенерации. Исследование фекального материала особей SCP-2133-1 предполагает диету с высоким содержанием белка, хотя единственным очевидным источником их пищи является репа. SCP-2133 был обнаружен и поставлен на содержание 3 октября 1936 года отделом психотроника Главное разведывательное управление. После распада Советского Союза социалистических республик в 1991 году контроль был передан фонду. Архивные документы свидетельствуют о том, что отделу психотроника стало известно об SCP-2133 после крупной эпидемии в этом регионе. Несколько деревень были помещены под карантин. Для локализации и исследования SCP-2133 были созданы надлежащие процедуры. Предполагается, что эпидемия началась, когда с SCP-2133 проконтактировала группа георазведки. Эти геологи, очевидно, скончались, но перед этим успели непреднамеренно вызвать эпидемию, контактируя с жителями населенных пунктов по пути на юг. Интервью 01. 14 июня 1992 года. Опрашиваемый. SCP-21331-10. Аристарх. Выглядит, как пожилой мужчина. Левая рука отсутствует. Большая часть эпидермиса подверглась некрозу. Опрашивающий. Доктор Джудит Лоу. Предисловие. Первое успешное интервью с особью SCP-21331. Ведется на русском. Отредактировано для удобства. Начало протокола. Здравствуйте. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Говори свои слова. Когда это началось? Насколько давно вы помните? Это было время царей и ханов. Ваше состояние – это больно? Боль. Да. Тягота учит. Вытирает грех из наших тел. Готовит нас для рая. Но рай все не наступает. Это перерождение, которому подвергаются ваши люди. Можете ли вы мне это объяснить? Это церковь Красной Жатвы. Мы будем служить до конца. Таков уговор. Это умершие люди исцеляются? Или это совершенно новые тела? Дракон сражает себя. Женит сына себе. Оплодотворяет себя. Она так научила нас. Завет не должен быть нарушен. Нас пожирают, и Земля свергает нас обновленными. Зачем вы продолжаете делать это, если очевидно, что вы страдаете? Нет выбора. Земля зовет. Мы отвечаем. Ничто никогда не меняется. Позвольте мне перефразировать вопрос. Как вы оказались в таком состоянии? Жрица пришла в нашу деревню. Это было много смертей назад. Она предложила нам место в раю, если мы будем служить до конца. Она сказала, что конец скоро наступит. Но прошло уже столько времени. Мы очень устали. Не от ли это? Мы как-то прогневили Великого. Зима за зимою мы пытались считать, но их слишком много. Нет, прочь сомнения. Церковь Красной Жатвы есть истина. Другой нет. Конец протокола. Заключение. Субъект тихо заплакал и отказался продолжать. Взятый доставлен для анализа образец почвы с полей. Интервью 02. 16 июля 1992 года. Опрашиваемый. SCP-2133-1-26. Аня. Выглядит как девочка 6-8 лет. Опрашивающий. Доктор Джудит Лоу. Предисловие. Второе успешное интервью с особью SCP-2133-1. Ведется на русском. Отредактировано для удобства. Начало протокола. Привет. Мы не причиним вам вреда. Можешь рассказать мне о вашей общине? Вам здесь не место. Уходите. Я боюсь, что этого мы не можем сделать. Ты, похоже, чем-то болеешь. Мы можем тебя вылечить, если ты нам поможешь. Вы не заключали завета. Вам никогда не понять. Я пытаюсь понять. Пожалуйста, о каком завете ты говоришь? Договор, подписанный кровью. Наше искупление. Наше проклятие. Мы служим до окончания всего. Можешь рассказать о своей вере? Верят неуверенные. Верят посторонние. Язычники, которые пренебрегают старыми путями. Мы знаем. Тогда можешь рассказать мне что-нибудь по поводу церкви? Туда носят пищу, но мы никогда не видели, чтобы ее оттуда выносили. У вас там общинные трапезы, так ведь? Не надо за нами следить. Вы никогда не поймете. Это земля, куда боги ржавчины и крови приходят умирать. Пожалуйста, ответь на мой вопрос. Церковь была здесь задолго до деревни. Каменная церковь под землей. Она священна. Над ней еретики, поклоняющиеся кресту, построили деревянную церковь задолго до того, как мы приняли истинную веру. Вразуми вас, карцист Алка. Вы живы только потому, что она решила позволить вам жить. А кому вы поклоняетесь? Ты говоришь о каком-то божестве или... Отец наш бессмертный. Царь-колдун-святилище. Вам не познать его любовь. Уйдите. Церковь Красной Жатвы не для вашего рода. Пожалуйста, потерпи. Остался всего один последний вопрос. У вашей деревни есть какое-нибудь название? SCP-2133-126 рвет черной вязкой жидкостью. Я поговорю по поводу оказания тебе медицинской помощи. Мы пообщаемся еще раз, когда твое состояние улучшится. Конец протокола. Заключение. Нам удалось достичь куда большего успеха, чем предполагалось изначально. Собран и доставлен для анализа образец рвотных масс. Следует провести исследование и сопоставить все сказанное SCP-2133-1-26 с данными об известных религиях и культурных традициях. В этих краях часто происходило зарождение и развитие неортодоксальных религиозных течений. Я настроительно рекомендую начать операцию по проникновению в церковь. С населением SCP-2133-1 фонд должен справиться без особых трудностей. Экспедиция. Мобильная опергруппа Бета-7 «Шляпные болванчики» смогла сломить сопротивление SCP-2133 без потерь среди оперативников фонда или особей SCP-2133-1. Разведкоманда состоит из 12 оперативников МОК Бета-7, оснащенных радиосистемами, видеокамерами, биозащитными костюмами типа «Б» и баллонами с запасом воздуха на 3 часа. Щупальца SCP-2133-2 удалось отпугнуть с помощью огня, и они скрылись в почве. В церкви было обнаружено несколько идолов из костей и кожи, а также органические образования, позже идентифицированные как опухолевые массы, подвешенные на железных крюках и прикованные к потолку. В центре здания обнаружена большая расщелина, ведущая в систему пещер SCP-2133, расходящуюся в близлежащие горы. Примерно через 25 минут разведки мобильная оперативная группа Бета-7 обнаружила несколько организмов, обозначенных как SCP-2133-3. Ввиду их размеров и нежелания выходить, потребовалось устранить одну особь SCP-2133-3 и извлечь ее для аутопсии. Отчет о вскрытии Вес – 181,437 кг Рост – 270 см Возраст – неизвестно Причина смерти Травма головы Содержимое желудка Брасика раппа сабспицис раппа Турнепс Детали У субъекта наблюдается разрастание жировой и костной ткани, а также значительная физическая реконфигурация. Органы разбухшие На плоти имеются признаки неоднократного разрезания и регенерации. Возможно, выращивается для получения мяса. В эпидермисе левой передней конечности видна буква П на фоне скрещенных серпа и молота. Типичная татуировка оперативников ныне несуществующего отдела психотроника Главное разведывательное управление Сдав на хранение тело особей SCP-2133-3 Экспедиционная группа заменила свои баллоны с воздухом и вернулась к выполнению задания. Примерно через 50 минут исследования, прошедших без происшествий, видео и радиосвязь внезапно оборвались без каких-либо признаков борьбы. Радиосвязь восстановилась примерно через 6 часов тишины. Видеосвязь не восстановилась вообще. Стенограмма аудиозаписи Меня кто-нибудь слышит? Боже, ответьте, кто-нибудь. Фильзенштейн? Мы потеряли вас несколько часов назад. Где Майерс? Требуется обновление статуса. Погиб он, по-моему. Я уже некоторое время тут один. Все пошло наперекосяк. Все погибли. Или ушли. Был какой-то крик, по-моему. Ну или что-то громкое. У меня аж кости завибрировали. Брикс. О боже, боже, Брикс. Его что-то схватило. Мы попытались вытащить его. Похоже, я... Я не знаю, оно было длинное и скользкое. Я видел, как взрослого мужика втянуло в маленькую, маленькую норку. И я бросил их. Я трус. Он был подготовлен к боевым действиям. Вы не были. Вы сделали то, что должны были сделать. Есть предположение, где вы находитесь. Мы пришлем подкрепление. О боже. Пожалуйста, я... Я уже ходячий труп. Кажется, сломал лодыжку. У меня порвался костюм. Мои легкие сгорают. Наверное, я уже подхватил все болячки, какие были в этой сраной заднице. Попробуйте выбраться. Сделайте так, чтобы другие умерли не напрасно. Вы все еще можете доставить нам данные. Дать нам лучшее понимание этой угрозы. Да, я... Простите, я многим им обязан. Ведь да, я... Я постараюсь. Ладно. Раз. Два. Три. Ну что, народ? Блин! Доложите обстановку. Я провалился еще глубже. Слишком много слизи. Слишком гладко, чтобы цепляться. Сейчас я соскользну дальше. И там меня... Освободился. Но я не чувствую ног. Все чертовски болит. Но я освободился. Что вы видите? Мне ведь и так здесь помирать, да? Я... Я накрою какой-то пропасти. Не вижу дна. Это место идет глубоко. Наверное, внутрь горы или под гору. Запах... Гнилостный. Глаза, кожа... Все горит. Все в расход. Наверное, от той слизи. Как будто щелч втерли прям, знаете... Ах! В самую рану. Хорошо, что вы в состоянии оставаться относительно спокойным. Есть еще шанс, что мы вытащим вас оттуда. Я никогда такой боли не чувствовал. Я никогда не был так близко к смерти. Хотя, ну что ж... Уже нечего терять, так что и нечего бояться. Но больно от этого меньше не становится. Нам тут докладывают о поближении противника. Похоже, мы тут еще не всех SCP-2133-1 на содержание поставили. Ничего особенного. Разберемся. А... Ну, я тогда буду ползти. Отправлюсь туда. Все равно, что ж... Все равно ш... Все равно шансов у меня нет. Буду говорить, что вижу. И, быть может, этого будет достаточно, чтобы убедить опять выжечь это все место к херам собачьим. Наверху все плохо. К нам с горы приближаются сотни предполагаемых SCP-2133-1. Мы эвакуируемся. Остаемся на связи. Все записывается. Описывайте, что вы видите. Мы вернемся с подкреплением. Да ладно, я уже понял. У вас свои приказы, у меня мои. Ну, удачи вам. К черту вас всех. Я... Мне очень жаль. Мы понятия не имели. Не нужно этого. Все мы тут выполняли приказ. Штаб зоны остается на связи, несмотря на эвакуацию. Запись продолжается. Пять минут слышно тяжелое дыхание. А также кашель и рвоту. Ой, я немного успокоился и спустился в проп... И спустился в пропасть. Густой желтый туман. Камень деформированный и пористый, как внутри улья. Больше ничего не наблюдаю. Но думаю, на оценку ситуации времени у меня немного. О, матерь божья. Тут яйца. Их тысячи, сотни, а может и больше. С пола не видно. Я вижу бугры мяса. Там... Там существа примерно... Примерно с кошку размером. И тела у них как у гусениц. Но лица... Они как у человеческого младенца. И... Они с него же размером. Они меня не замечают. Или... Или может я им просто... Пока безразличен. Я... Я по правде больше не могу на это смотреть. Они... Они, блядь, слишком похожи на людей. На... Младенцев. Тут... Какое-то сооружение. И... Похоже на храм. Архитектура... Вот архитектура ни на что не похожа, что я видел и раньше. Оно... Черное. Углы. Они тут отвратительные. Они острые и одновременно неправильные. О, господи. Почему я еще не... Почему я еще двигаюсь? Я правда этого не понимаю. Меня тащат корни. Меня тащат щупальца, усики. Они схватили меня. И... Я все... У меня все немело. Даже не заметил. Эти газы... Эти... Кровотечения... Я... Я кровоточу. Я просто вижу кровавый след. Ну, блядь, почему я не умер? Почему я еще не сдох? Я правда не понимаю. Почему они меня все еще не разорвали? Почему не убили? Ну, прокончите. Ну, хватит. Тут их еще больше. Крестьяне. Они еще более грязные, но... Они не такие хилые. Они... Они больше. Они сильные. И... Они следят. Со мной. Смотрят, как я тут валяюсь. Пялятся на меня своими мертвыми глазенками. Пошли вы... Пошли все к черту. Я... Я... Больше уже не могу дышать. Я... О, нет. Оно чего-то хочет. Вот оно чего-то хочет. Я... Я в порядке. Она обнимает меня своими тысячами крыльев. И... Она такая красивая. Она несет меня к своей обнаженной груди. И... Я... 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 Она такая красивая. Шорох. Очевидно, удаляется защитный костюм вместе со встроенной рацией. Соединение прервано. Конец протокола. Коллеги, в наших иллюстрированных путеводителях такие вот деревушки отмечены запрещающими знаками. Вы можете приобрести их на порталах art.scp.com и vk.com.scpfoundation, дабы точно знать, где не следует сворачивать с пути. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...